как обычно начнем с постановки задать что мы с вами сегодня должны рассмотреть первая наша задача мы должны познакомиться со структурой каналов лап я вообще всегда говорил вот когда на базовом курсе во всяком случае когда этот вопрос всплывал что самое главное когда вы начинаете работать с картинкой это представлять себе как устроены ее каналы потому что в конечном счете обработка любого изображения это работа над содержимым каналов если вы знаете это устройство если вы его понимаете если вы понимаете как нужно поменять содержимое каналов чтобы получить определенный эффект то вы уже потом достаточно легко подберете инструменты необходимые для конкретных изменений все сделать вот то же самое что и в ржб то же самое в лабе мы с вами отправимся в палитру channels и обсудим как устроены каналы lightness и и би в канале lightness неожиданности не будет а вот каналы и и би для тех кто не знаком с этой системой вот они являются такими очень очень странными задача номер два после того как мы познакомимся с тем что находится в каналах мы с вами естественно отправимся в кривые кривые это основной инструмент цветокоррекции и в лабе тоже но естественно поскольку каналы и и би устроены по-другому можно на гистограммы посмотреть и и отметить что они какие-то очень очень непривычные для человека который в ржб работает то естественно и работа с кривыми в каналах и и би она строится по-другому мы с вами последовательно шаг за шагом все начиная от каких-то более общих движений и потом плавно переходя к более точным более тонким аккуратным настройкам и все вот эти нюансы связанные с работой с кривыми здесь разберем ну наверное это будет самый большой самый основной раздел поскольку инструмент самый значимый третья задача мы должны рассмотреть особенности работы режимов наложения в лап если мы посмотрим вот сюда в список режимов наложения во первых мы увидим что здесь много чего не работает а из того что работает оказывается что какие-то режимы работают лучше правильнее чем в ржб а какие-то режимы работают но не то чтобы неправильно но работают странно для человека который привык оперировать вот этими режимами как по канальными тоже с вами посмотрим какие плюсы какие минусы здесь имеются да и глобально это уже задача номер четыре мы должны понять плюсы и минусы работы в лап и в ржб ну соответственно плюсы лаба это в сравнении оказывается минусы ржб наоборот лап это это не только сплошные плюсы те кто читал книжку маргулиса лап калор загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве обычно где-то уже после первой трети книги начинают бегать вот с такими круглыми горящими глазами и и кучи всего и как владеют это здорово и как вот это круто и к тому моменту когда они подходят к страничке она где-то уже так скажем после середины книги находится ближе к концу страница где дэн аккуратно перечисляет минусы лаба но минусы работы в лап какие-то неудобства или невозможность выполнить определенные операции или невозможность выполнить их просто так как это происходит в ржб вот к этому моменту вот эти вот горящие глаза они уже они уже не замечают эту страничку вот мы с вами постараемся все таки сегодня спокойно подвести этот итог понять плюсы минусы работы в ржб и в лабе и задача номер четыре собственно состоит в том чтобы понять как это между собой совместить я конечно не буду вам пересказывать весь питч и пускар фокфлоу но какие-то общие мысли общие тезисы скажу что вы можете оставить на работу в ржб а а с какими проблемами можно идти в лаб хотя честно говоря можно вообще лап не заглядывать вот эта задача на сегодня да там в конспекте еще должна стоять пятая задача познакомиться с преподавателем и форматом занятий но уже столько видео выложено вот вот с этой говорящей головой что я думаю эта задача она уже не очень актуальна ну что давайте двигаться вперед ну прежде чем пускаться в разбирательство с каналами давайте пару слов скажем вообще о том что такое лаб и как он появился лаб это конечно вещь синтетическая то есть когда мы говорим о том как воспринимает окружающие наш глаз когда мы говорим о том как снимает фотоаппарат ну который по сути является некой такой подстройкой подделкой под наш глаз то мы имеем дело с rgb red green blue то есть разделяются стимулы разной цветности и в зависимости от того в какой пропорции эти стимулы воздействовали из этого вычисляется цвет давайте прежде чем переходить к rgb я вам все таки покажу вот эту вот картинку на числе вверху вы видите то что правильно аккуратно называется цветовой охват человеческого зрения но периодически это называют проще цветовое тело человек она построена как раз координатах лаб то есть вот это и бит и white нас отложена по вертикали это большое облако точек за каждой такой точкой стоит конкретный цвет большинство этих точек были получены математически путем пересчета хотя какая-то часть из них она была получена просто прямым промером кого интересуют подробности добро пожаловать либо в статью Алексея шадрина и андрея френкеля color management system в логике цветовых координатных систем либо скачайте книжку калориметрическая настройка мониторов теории практика тех же самых авторов там описаны эксперименты гилда и райта там описано как были устроены калориметр там описано как потом из полученных результатов получались кривые сложения как строились цветовые координатные системы в общем был такой достаточно длинный путь сначала экспериментальный потом математический да совершенно верно надежда у него подсказывает либо на курс можно к шадрину сходить он там тоже про эти вещи рассказывает и в результате всех этих математических вычислений вот одним из результатов этих вычислений то есть это прямое продолжение тех опытов которые строили гилд и райд определяя параметры человеческого зрения математическим пересчетом в том числе была получена и вот такая цветовая координатная система лап если мы упростим наше цветовое тело ну для для наглядности для простоты рассуждения упростим до цветового цилиндра то есть на его растянем а потом этот цилиндр рассечем по вертикали здесь меняется яркость но а сечение цветового цилиндра это уже знакомый наверное многим цветовой круг такая очень сильно упрощенная модель очень сильно упрощенный вариант плоскости цветности x y который позволяет нам так достаточно быстро умозрительно сориентироваться а какой цвет скрывается за определенным набором red green blue так вот оси и и и б лап это собственно light нас яркость что откладывается по вертикали и дальше эй и би это просто два значения два параметра назвали их по первым буквам латинского алфавита их вполне могли назвать там как угодно там альфа и бета ну назвали и и би вот эти оси и и би на круге образуют вот такую обычную прямоугольную декартовую систему координат еще раз хочу заметить круг это очень грубая примитивная приблизительная модель поэтому если вы решите мне задать вопрос а уверен ли я что они пересекаются точно под 90 градусов вот я просто подниму руки и скажу ну давайте мы вот круг будем строить так чтобы они пересекались точно под 90 градусов я чуть позже покажу что это не так далеко в общем-то от истины и позицию вот на этой плоскости на цветовом круге мы можем задавать уже привычно не как раньше у нас было проекции трех осей когда начинаешь путаться а мы можем привычно как это в школе делали задавать просто координаты по двум осям ось и и ось би вот он принцип вот она сущность лаб перед тем как перейти к каналам давайте я все-таки пару словечек замолвлю о том насколько к жизни имеет отношение лаб понятно что это полученное математическим пересчетом причем таким достаточно там хитрым длинным пересчетом кого интересуют подробности на сайте у брюса линблюма можно найти таблицу где есть все 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 там прям большая табличка по вертикали по горизонтали разные цветовые системы стою координатной системы и даны формулы пересчета из одних другие дабы немножко заступиться за лаб должен сказать что он нас окружу мы живем в общем то на самом деле слабым он отчасти нас окружает отчасти мы просто живем слабым внутри себя несмотря на то что глаз человека воспринимает излучение и разделяет это излучение по спектру именно как rgb перед вами кривые спектральной чувствительности человеческого глаза то есть три группы колбочек но внутри сетчатки еще даже не доходя до мозга этот сигнал преобразуется вообще в девятнадцатом по моему веке еще был очень долгий спор существовали параллельно две теории цветного зрения эта теория юнга гельмгольца которая постулировала что у нас на сетчатке есть три группы рецепторов которые селективно соответственно выделяют свет из синей зеленой и красной части спектра и была параллельно существующая ей оппонирующая теория геринга геринг утверждал что тоже три группы рецепторов собственно то что их три было вычислено достаточно быстро но геринг полагал что эти рецепторы они не делят излучение по спектру они замечают так называемые оппонирующие пары то есть первая группа рецепторов например определяет является ли цвет более светлым или более темным то есть противоположности светлый темный вторая пара определяет является ли цвет более зеленым или более красным противоположные оппонирующие цвета как оттенки которые не могут проявляться одновременно не бывает красно зеленого цвета желтый зеленый бывает голубовато зеленый бывает красно зеленый нет то есть геринг полагал что вторая группа рецепторов определяет является ли цвет более зеленым или более красным третья группа Соответственно, определяет, является ли он, этот цвет, более синим или более желтым. У теории Геринга было гораздо меньше поклонников и сторонников, чем у теории Юнга Гельмгольца. Но были. И только в 20 веке с изобретением мощных микроскопов, качественных. Когда появилась возможность в прямую препарат сетчатки глаза, то есть срез сетчатки рассмотреть. Исследователи просто увидели те самые колбочки, которые являются первичными рецепторами, получающими информацию о световом потоке. И их пересчитали. И оказалось, что первый слой сетчатки это три группы колбочек, палочки где-то между ними еще там намешаны, которые реагируют на разные длины волн. То есть, казалось бы, теория Геринга потерпела просто сокрушительное поражение. Но так длилось недолго. Через еще несколько десятилетий, когда перешли от опосредованных замеров к непосредственным замерам. То есть, когда появилась возможность ввести электрод, например, куда-то там в сетчатку глаза или в какой-то участок коры головного мозга. И просто мерить импульсы, которые проходили. Ну, делалось это, конечно, не на человеке. Это на кошках, на обезьянах делалось. Какие-то эксперименты, если это можно было сделать, предположим, когда по медицинским показаниям человеку делались определенные операции. Или что-то еще творили с ним. Ну, параллельно, если была возможность, тоже ставились какие-то эксперименты. Так вот, выяснилось, что уже в третьем слое сетчатки глаза происходит преобразование RGB сигнала в лап. Ну, я так думаю, что в этом месте физиологи, наверное, Шадрин первый, они меня запинали бы за неточность формулировок. Но давайте мы с вами не будем заниматься таким вот буквоестом, а посмотрим на принцип вообще. Что происходит в сетчатке? Первый слой – это колбочки. Вот они отсняли излучение. Отсняли уровень засветки для коротких, средних и длинных волн. Второй слой сетчатки – это клетки, которые немножко предобрабатывают, перераспределяют сигналы. Ну, по аналогии с радиотехникой, это что-то типа предусилителей. И уже в третьем слое сетчатки происходит очень хитрый процесс. То есть, во-первых, у нас в глазах нет такого сквозного канала, когда одна колбочка, одна ячейка передачи, одна клетка мозга. К нам в мозг не проецируется информация, вот как с матрицы фотоаппарата, когда одна ячейка сняла, один пиксель получился. Нет. В третьем слое сетчатки на каждую клетку попадает сигнал от тысяч колбочек. Причем какие-то колбочки вызывают возбуждение этой клетки, какие-то колбочки, наоборот, тормозят это возбуждение. Вот тут как раз и живет в этом третьем слое сетчатки так называемый эффект латерального торможения. Тот самый эффект, который выделяет контрастные контура на картинке. И в этом же третьем слое сетчатки происходит пересчет RGB представления в представление, о котором в свое время говорил Геринг. Представление разностное. Оппонирующее. Выделяется яркостная составляющая и выделяются две вот такие вот оппонирующие пары цветов. Ну, я по привычке называю эти каналы цветоразностными, поскольку они показывают. Но эта привычка опять же радиотехническая. Она из телевизоров пошла. Телевизор точно так же устроен. Можно с этой терминологией спорить, но принцип от этого не меняется. Передается отдельная информация о яркости и отдельно уточняющая информация о том, является ли цвет более красным или зеленым. И является ли он более желтым либо синим. Почему природа пошла на такое ухищрение? Потому что пропускная способность центрального глазного нерва очень маленькая. Это такое очень узкое игольное ушко. Очень узкий канал. Через который нужно прогнать очень много информации. Если кто-то помнит, как в интернете работали лет 20 назад, когда были модемы на 14-400, а у продвинутых людей на 28-800 год. Наш центральный глазной нерв это примерно такая система. Каналы, несущие информацию, цветоразностные каналы, несущие уточняющую хроматическую информацию, они позволяют сделать гораздо менее широкую полосу пропускания. В них информации меньше. Поэтому природа так оптимизировала глаз. Ну а потом человек пошел по ее же стопам. Точно так же сделан телевизионный сигнал. Телевизионный сигнал передается в виде сигнала черно-белого, чтобы вы могли принимать монохромные телевизоры, и дополнительно двух вот этих цветоразностных компонентов. То есть, когда вы будете работать с лабом, пожалуйста, не считайте, что это какая-то искусственная придумка вот таких высоколобых дядек, которые сидели и что-то себе такое схимичили. Нет, лаб живет внутри вас. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к каналам. Я специально на этой картинке поместил вот такой цветовой круг. Причем изображение это живет в лаб. Вот, пожалуйста, в палитре Channels вы видите лаб и каналы Lightness A и B. Сейчас один момент. Давайте-ка я посмотрю на то, что в чате писали. Для художников красно-зеленый есть, это коричневый. Татьяна Зорина пишет. Нет. И для художников красно-зеленого тоже нет. Давайте мы будем разделять такие понятия, как цвет и смесь красок. Это разные вещи. Ну, во-первых, все-таки красный и зеленый это не совсем оппонирующие пары. Я сейчас более подробно об этом расскажу. Противоположность к зеленому это не красный. Так же, как противоположность чему у нас там. Ну, пара желтый-синяя, она построена правильно. Ладно, не буду сейчас про круг Итана. Он такой, он очень сильно всегда людей путает. Коричневый цвет, который получается в результате загрязнения красной краски зеленой, назовем это так, это по-прежнему по оттенку своему цвет красный. И здесь не надо действительно ничего путать. Зеленый цвет, являющийся оппонирующим красному, когда мы его добавляем. Он гасит, он загрязняет этот красный цвет. И в пределе, если вы добавите к красному не зеленый, а циан, вы можете загасить этот красный просто до состояния нейтрального серого. То есть, не надо путать смешивание красок и оттенки цвета. Я специально этот круг нарисовал, причем я его нарисовал честно. Если мы перейдем в канал A, то мы увидим, что действительно по оси A вот здесь идет прям ровный перепад. Если мы перейдем в канал B, то мы увидим, что по оси B вот здесь тоже честно нарисован градиент. Это искусственно построенный в лабе, искусственно нарисованный в лабе круг. Вопрос о том, как на самом деле проходят оси A и B. Если вы теперь посмотрите на картинку, я специально вот этот получившийся круг, естественно, я рисовал вертикальный горизонтальный градиент в канале A вертикальный, в канале B горизонтальный для простоты. Но потом я этот круг доверну таким образом, чтобы направления red, cyan, green, magenta и blue, yellow, вот эти оси, чтобы они заняли привычное для нас направление. То есть по вертикали вверху красный, снизу cyan, 60 градусов желтый, 120 зеленый и так далее. И вы видите, что действительно на нашем круге цветовом оси A и B составляют вот такую очень аккуратную, очень четкую декартовую систему координат. Что за информация находится в каналах лаб? В канале Lightness находится информация о яркости. Это один из вариантов яркостной составляющей. Почему я говорю один из вариантов? Потому что вообще можно придумать бесконечное количество законов, как вычислять яркостную составляющую. В лабе этот закон строится, вернее в лабе используется закон минимально различимых приращений яркости. То есть яркость минимальная это ноль. Дальше берем такую яркость, чтобы наше зрение только-только могло отличить, что яркость возросла. И ей присваиваем яркость 1. Дальше берем такую яркость, которая будет отличаться от вот этой первой ступеньки. Присваиваем ей значение 2 и так далее. То есть яркостный канал лаб построен по таким минимально различимым приращениям яркости. К чему это приводит? Потому что он оказывается несколько светлее, чем нормальная монохромная, привычная нам монохромная версия картинки. Я сейчас не буду вдаваться в логарифмические или в корни кубические зависимости нашего зрения. Но вот именно из этих минимально различимых приращений яркостный канал лаб чуть светлее. В чем-то это дает свои плюсы, в чем-то это добавляет некоторое неудобство. Да, кстати, сейчас вы наверняка видели, даже если с лабом не работали, вы наверняка видели содержимое яркостного канала лаб. Потому что на сегодня фотошоп по какой-то странной для меня причине, не знаю почему одуматься так сделали, черно-белую картинку, когда вы говорите имидж моды грейскейл, переводите изображение в ЧБ, вот эту черно-белую картинку фотошоп формирует просто вытаскивая яркостный канал лаб. Хотя, как я уже сказал, он немножко пересветленный, поэтому подход такой странноватый. Но не суть. Главное, что работать с этим мы с вами уже умеем. Я надеюсь, что все, кто пришел, если не с РЖБ-картинкой, то хотя бы с монохромными изображениями, с кривыми справляться умеют. Если с этим еще есть проблемы, почитайте, у меня в живом журнале есть две статьи. Кошачья история или правила работы с кривой и практикум работы с кривой или о чем умолчал Маргулис. Такое немножко вызывающее название, чтобы разжечь желание познакомиться с информацией. Вот в этих статьях описывается, как мы работаем с яркостным каналом. Работа с трехроматическими каналами Red Green Blue строится абсолютно точно так же. Потому что в РЖБ все три канала суть яркостные. В них зафиксирована яркость. Только за разными светофильтрами. Как устроены каналы A и B? Вот здесь все немножко хитрее. Редактор субтитров А.Семкин